Совершенно понятно, что этот год может быть был из прошедших самым таким динамичным, турбулентным и тяжелым, потому что именно в это время разгул насилия на Ближнем Востоке, к сожалению, принял совершенно какие-то варварские формы. И то, что мы видели на примере исламского государства или деятельности ИГИЛ и некоторых других группировок Джаббатин-Нусра в Сирии и других более мелких групп, которые либо связаны с Аль-Каидой, либо действуют самостоятельно, я думаю, что вот эта вот может быть черта прошедшего года, она, конечно, для всех является самой очевидно доминирующей в той вот ситуации, напряженной в регионе. Поэтому, наверное, первая тенденция – это тенденция к усилению деятельности радикальных экстремистских террористических групп. Второе, конечно, это, я бы сказал, что важно и связано с первым отмеченным обстоятельством – это, конечно, огромное количество наемников и ненаемников, людей, которые просто пришли воевать в чужие страны из разных концов. мира, в общем-то, никогда ничего подобного не было, даже из стран более или менее спокойных, там из Туниса, скажем, почему-то приходят радикалы воевать в Сирию, допустим, да, или, к сожалению, из близких нам государств, из соседних с нами, из стран Центральной Азии, и, к сожалению, даже из различных районов России. Правда, в основном, как мы знаем, те, например, чеченские боевики, которые воюют в Сирии, они, собственно говоря, не из сегодняшней России приехали, а они приехали из, в основном, из диаспоры, из европейских государств, или из Грузии, или из Турции. И это, конечно, все равно мало радует, потому что их конечная цель – это Северный Кавказ, и нам надо проявлять в этом смысле очень большую бдительность. Затем третья, я бы сказал, такая тоже, если начать с негатива, негативная черта, это, конечно, кризис национальных государств, кризис идентичности. Я с этим не согласен. Я считаю, за сто лет уже арабские государства жили в условиях независимости, укрепляли свою политическую независимость, национальную идентичность. И я думаю, что это игнорировать, это обстоятельство не стоит, так злоупотреблять вот этими словами о том, что сейчас будет перекройка границ, не стоит, не стоит. Не должно быть перекройки границ. Я лично сторонник стабильности и считаю, что эта система должна остаться незыблемой, но будет, конечно, должно быть переформатирование государственного устройства ряда государств. Конечно, то, что сегодня делает Запад, не может стабилизировать ситуацию. И не победить исламское государство никакими воздушными налетами и бомбардировками американской авиации или ракетными обстрелами. Но я думаю, что все-таки я верю в то, что те государства, те народы, которые сегодня осознали необходимость борьбы с терроризмом, они способны с этой угрозой справиться. Я верю, что сохранится единый Ирак. Но, конечно, при необходимости решения курдского вопроса, везде, во всех странах, где сегодня живут курды, то есть и в Ираке, где есть сложившаяся автономия высокого уровня, и в Сирии, где она фактически сегодня сложилась уже, и есть Иран, есть Турция. И, конечно, курдская проблема, она будет стоять на повестке дня, еще, думаю, довольно долго, и в следующем году тоже. Я думаю, что исламское государство удастся ослабить, но боюсь, что вот этот экстремизм, радикализм на достаточно продолжительное время останется с нами. Еще скажет о себе, наверное, Аль-Каида, которая имеет большой опыт выживания в условиях этих сетевых структур. Если сегодня аль-Каидовские структуры как бы отошли на второй план, а завтра, может, они снова выйдут на первый. Но вот это явление в условиях, когда не решена арабо-израильская, палестино-израильская проблема, когда очень мало надежды на то, что будет создано палестинское государство. Очень трудно говорить о том, что вот этот внутренний протест, фрустрация, которую испытывают люди, что она не будет принимать такие острые формы, которые толкают людей в ряды исламистов.